Портал Детали Главные новости Израиля и мира Портал Детали Как бы, точнее, простите, я оговорился не перемирие, а прекращение огня. Вот последнее сообщение поступило, что вроде еще на два дня будет продлено. Представители Катара заявили об этом, что договоренность практически достигнута. Я напоминаю, что за каждый дополнительный день прекращения огня Израиль получает 10 заложников. Возврат 10 заложников, ну а в обмен отдает троих палестинских террористов. Причем я подчеркиваю, мы получаем заложников. Которые были захвачены 7 числа дома в своих постелях. А получают они террористов, которые были судимы. Судимы за преступления, судимы за попытки убийства. На этом суде их представляли адвокаты. У адвокатов была возможность подать апелляцию. Значит, эти люди были осуждены абсолютно законом. Ну вот такой у нас неэквивалентный обмен. Вот так Израиль ценит своих граждан. Ацфи, первый вопрос. Вот это сообщение о том, что прекращение дня будет еще продлено. Это хорошо или плохо с точки зрения целей войны, а именно ликвидации Хамаса? Ну, дипломатический ответ. Это и да, и нет. Это и хорошо, и плохо. Объясняю. Это хорошо, потому что еще два дня. Это еще два дня освобождения заложников. И в этом контексте это позитивно. Для Израиля, конечно. Тем более, что вопрос пока не решен до конца. Очень много наболевших там аспектов. Так что это хорошо в этом контексте. Может, тогда это еще ознаменует свое продолжение в позитивном тоне и в дальнейшем. Это одно. Но это плохо, потому что так или иначе это стопорит, так сказать, наступательные действия израильской армии. И этим самым дает возможность так или иначе выйти Хамасу из-под удара. А это очень плохо для Израиля, когда, с одной стороны, стараются так или иначе ликвидировать эту организацию. Для этого нужно ее физически добить. Но, с другой стороны, всем миром давят на Израиль, чтобы прекратил военные действия. Этим самым спас Хамас. Вот неминуемых, так сказать, результатов. Ну, вот там это пока намечается как плохо. Хамас делает, конечно, при помощи своих партнеров разные или всякие усилия для того, чтобы так или иначе продлить это или вообще аннулировать продолжение действий и как-то обменяться, договориться и выйти из этого. Ну, вот посмотрим, куда это приведет к нас. Не, ну, понятно. Они работают как бы на общественное мнение, так сказать, прогрессивного Запада. Все эти полезные идиоты будут и дальше выходить на демонстрации, говорить, что прекратите огонь. Ну, вот видите, с ними же можно договариваться. Вот же они же показали, что с ними можно договариваться. Давайте договоримся. Они же не понимают, что здесь происходит на самом деле. Но как вы расцениваете, сейчас в Дохе, в Катаре продолжаются переговоры, в которые причем участвуют с нашей стороны. Это Давид Барне, шеф Масада. Да, шеф Масада. Говорят, присоединялся к этим переговорам. Шеф ЦРУ приезжал, руководитель египетской разведки. И по некоторым данным разговор идет об окончательном урегулировании. Под окончательным понимается капитуляция Хамаса. Насколько вы верите в такую версию? Ну, во-первых, это еще не факт. Это мнение, которое так или иначе не обосновано. Израиль однозначно заявляет, что он не намерен мириться с Хамасом. Он хочет его, так сказать, уничтожить или убрать вовсе. И поэтому не с кем разговаривать и не о чем разговаривать, кроме обмена заложников. Это один аспект. Но, да, действительно, есть или бытует мнение, которое пытаются так или иначе продвинуть, что есть возможность договориться в том плане, что Хамас хочет как-то откупиться, пообещает быть добрыми, отзывчивыми, хорошими, остаться в живых. И Израиль так или иначе должен на что-то там согласиться и получить взамен. Иными словами, предложение таково, что на этом кончается война, боевые действия, вернее, и будут сданы все заложники, отпущены все террористы из наших тюрьм. И что из этого будет дальше, пока ничего не ясно. Хамас остается. Израилю это не нравится. Израиль на это не пойдет, насколько я понимаю, обстановку. Но все может быть, поэтому надо подождать. Они договорились, может быть, о новом варианте. В смысле, Хамас не останется. Может, даже не останется в Газии, но все же выйдет из этого, скажем, проекта, из этого конфликта в живых. Я имею в виду, в руководство, конечно. И куда-то уедет, сбежит. А вот хороший вопрос. Куда? То есть погрузить их всех на корабль и отправить куда-то? Это бейрунский вариант, что называется. Я вспоминаю в свое время Арафат. И же с ним сумели выйти из-под удара, из раска армии у дверей Бейрунта, как говорится. То есть Бейрунт был окружен израильской армией, да? Да. И они дадали возможность уйти. Они уехали, плыли в Тунис. И там остались. И даже окрепли, организовали заново. Это кончилось так или иначе перемирием, многими там другими вариантами. Но это закончилось для одного из них. Это закончилось Нобелевской премией мира. Это тоже, да. Это тоже. Но я имею в виду, что вариант существует и здесь. Пытаются его как-то продвинуть. Что это означает? Это означает, во-первых, что Хамас уже не воин. Это уже не противник. Он уже сдается практически на милость не победителя, а всего доброго мира, который так или иначе пытается его спасти или отодвинуть от неминулой израильской угрозы. Но в этом отношении Израиль так или иначе сделал полработы. Он, да, добил или победил в военном отношении Хамас, но не получил за это своих политических, так сказать, баллов. Они ему нужны для того, чтобы будущее Газа или будущее всего политического опроса решалось иначе, чем то, что предлагает Хамас и его партнеры. Цви, сегодня заместитель генерального директора МИД Израиля, которого я подозреваю, что вы с ним знакомы, по стратегическим вопросам, Йорж Бзарко заявил, что Израиль еще сведет счеты с Катаром после того, как тот завершит свою работу по посреднической сделке. Как вы считаете, во-первых, что значит сведет счеты, что может Израиль сделать Катару? Ну и самый главный вопрос, наверное, который надо было вначале задать. А вообще уместно ли сейчас представителю Министерства иностранных дел, то есть дипломату высокого ранга, вот разбрасываться такими словами? Зачем? Ну, дипломаты дипломатов не осуждают. Я не могу раздавать, так сказать, баллы и оценки бывшим коллегам. Я сказал, ну, дипломат говорит, это не обязательно реалий. Нет, я прошу прощения, когда говорит какой-то наш там министр или там депутат Кнессет и несет пургу, от которой потом приходится оправдываться перед всем миром, мы разводим руками, говорим, ну, что вы хотите. Они отцахи, ребята простые, да, бесхитростные. Вот сморозили, что в голову пришло, и все. А головенка-то там не очень. А тут, еще раз повторю, дипломат высокого уровня, заместитель генерального директора МИДа, наверняка, так сказать, много-много лет прослуживший в этом замечательном учреждении. Вдруг дает такое рассказы. В последнее время несколько израильтян уже попались, так сказать, в силки СМИ и высказывались на разные темы, включая похожие, включая непохожие, включая разные там возможности применения разного вида оружия, уже не говоря про другие глупости. Так что в этом отношении не сказал. Я не знаю, что он имел в виду и как далеко он зашел. И мы просто его неправильно или неадекватно процитировали. Речь идет, в конце концов, о том, что да, Катар с одной стороны действительно дает сцену или, как говорится, возможность переговоров и сам активно участвовал в этих переговорах, но я имею в виду по вопросу Хамаса и дает, так сказать, бейс, дает возможность работать в этом отношении с одной стороны. С другой стороны, он является основным или одним из основных партнеров или поддерживающих Хамас. Так что в этом отношении это имел в виду вероятнее всего дипломат, сказал, что мы не забыли, что вы там натворили. И сейчас вы живите пока, а мы еще берем счеты за прошлое. Ну, это другой вопрос, который, по-моему, не к дипломатам. Ну, возможно. Ну, тогда давайте коснемся нашего, так сказать, близкого друга, в кавычках, президента Турции Эрдогана, который предлагал уже судить Израиль международным уголовным судом. А вот сейчас последовали действия. Турция передала в Международный уголовный суд увесистую папку с доказательствами израильских преступлений в Газе. Пока что не ясно, что будет суд с этим, вообще делать с этим турецким иском, но ходят слухи, что к иску собираются присоединиться другие страны. Одна из них – Иордания. Тамошний парламент уже начал обсуждать возможность подключения к иску против Израиля. Чем это может нам грозить? Это называется «Не спится детворе». Чем у детей не тешилось? Ничего себе, детвора. За последние даже несколько дней, тем более за всю эту войну, есть целая группа, так или иначе, скажем, политических деятелей на разных уровнях, которые пытаются заявить о себе и предложить свои услуги той или другой стороне. Турция выбрала определенную позицию, что она так или иначе критикует Израиль, она борется со всем Западом посредством борьбы с Израилем, и она представляет исламский мир, и в этом отношении она предлагает свои услуги, как борец за справедливость, за правое дело и так далее. Все эти глупости нам хорошо знакомы. Не впервой Турция выходит на поле брани с Израилем. Ну, это поэтому не принимайте всерьез, потому что не только Турция сейчас, наверное, вспомните и Россию, и других, которые очень активно предлагают свои услуги, и Китай, и даже Китай, я уже не говорю про Запад, который так или иначе тоже хочет принять участие сейчас, скажем, в каких проблемах, в каких вопросах. Но, в принципе, Турция там и находится, и Ардаган заявляет о себе, между прочим, не только по нашим вопросам, по любому другому вопросу, касающемуся региона и вне региона. Он тут коту, как говорится, он активный политический деятель, и мы с ним знакомы, что говорится. Что же касается этого международного судилища, то пока я еще не видел никаких результатов ни у кого. Разные там подавали, обвиняли, грозились, но... А погодите, когда вот война в Югославии, это было сербского этого товарища, все-таки засудили же? Ну, одного, отдельно взятую личность можно там поймать в силки и заставить, что не что делать. Но засудить государство, которое умеет, что за себя постоять, и за которое будет стоять, наверное, еще не одно государство в мире, это противостояние не на этом уровне. Но, пожалуйста, можете обвинять. Если, допустим, винил бы главу правительства или какого-то там военного, и сказал, вот он сделал так или иначе, его доказательства, может быть. В этом отношении в Израиле у нас к этому серьезно. И те или иные военные, так или иначе, получают, так сказать, юридическое обеспечение. В том плане, что... Не исключено, что он имел в виду премьер-министра, потому что он неоднократно высказывался в последнее время, что Бенемину Таньягу это преступник, он войдет в историю как мясник, разрушитель газа и так далее. То есть не исключено, что это против него. Он глава государства. В этом отношении это не лично. Государство ведет... Но он же не Путин, он же не будет пожизненно главой государства. Кого он тогда интересует? В общем, уголовный суд. Короче, я очень сомневаюсь. Во-первых, это много лет берет вот такой процесс юридический. А вот вы имеете в виду, как Хаджан Асреддин говорил, когда он обязался обучить осла говорить. А через 20 лет либо я, либо эмир, либо от этой шахты кто-нибудь обязательно умрет. Вроде так. Но пока говорят о том, что не суд, а Эрдоган. Эрдоган заявил о себе, и он такой или иной. И в этом отношении он свои баллы уже заработал. Ну, хорошо. Эрдоган с Эрдоганом все ясно. Он не впервой, и с ним говорить не о чем. И Ордания. Государство, к которому у нас заключен мирный договор. Государство, которое держится, давайте же говорить правду, держится на израильских штыках. Потому что особенно, когда у них там границам поступало исламское государство из Турции, то они там просто на коленях стояли. Израильская армия их фактически прикрывала. Мы с вами в наших программах это упоминали. Вы сами говорили, что Израиль объявил, что нападение на Иорданию будет расценено как нападение на Израиль и так далее. И вот эти вот ребята, которые, можно сказать, с ладошки ели, да, у которых, согласно нашему мирному договору, которые получают от нас огромное количество воды, своей воды у них нету, и они не умеют ее использовать правильно и так далее, и так далее. И вот сейчас они вдруг опять начинают кусать руку, которая их кормит. Мало того, когда разговор шел про депортацию из газа палестинцев, они заявили, что это будет объявлением войны с точки зрения Иордании. И что? Ну, объявят они войну, мы им кран воды перекроем, они засохнут там через два месяца. Вы сами объяснили, почему Иордания не в состоянии, так сказать, проводить такую политику. Но она проводит? Нет, она не проводит эту политику. Это высказывание разных тех, в данном случае парламентариев. В Иордании у руководства страны есть проблема со своим населением, которое в определенной мере, может даже в большей мере, является, ну, скажем, антиизраильским, если хотите, то же самое мы наблюдаем и в Египте, и в других местах. То, что называется, улица Иордании, она антиизраильская настроена, и это представлено в парламенте. Но это еще не значит, что это позиция руководства, руководство прекрасно понимает, где она, за счет кого живет, и как она продолжит. Потому что, если оно это сделает, у них проблемы с отношением и с Израилем, пока суд доделал, да, с этим судом, да, они тут разберутся на местах. И Израиль откажется от тех или иных привилегий, которые предлагают Иордании. И Иордании придется, так сказать, с этим жить, и она на это не готова. Так что все это не очень серьезно. Но это серьезно в том плане, что ныне весь мир так или иначе делится на лагеря, и вопросы Израиля, палестинцев и других игроков в этом контексте получает очень серьезное, так сказать, завоевывает очень серьезное внимание, поэтому речь идет сейчас об этом. Но, в принципе, это противостояние по другим вопросам, тоже в основном по другим вопросам. А это вопросы. Можно так или иначе обидеть Израиля, кого-то хотите. То есть, получается, Цвилл, такое ощущение, что вокруг нас находятся какие-то неполноценные страны, маленькие. Они маленькие, им можно, да. Вот иорданцы, ну, они кричат, там, плюются, да, вот, аймоська, знать, она сильна. А Израиль не реагирует на это. Ну, плюются, поплюются, они же маленькие, им можно, да. То есть, там, еще где-то там проходят, там, какие-то митинги, там, начинают... Ох, если бы Израилю надо было реагировать на каждый такой-то плевок, то это плохо было бы. Реагируют, когда дело доходит уже до уровня, например, того же Хамаса и так далее. А на данном этапе не надо... Но они же сами себя заводят вот этими, они сами начинают в это верить, что они сильные, что они грозные, что их все боятся. То же самое с Хамасом, то же самое с Иорданией, то же самое со многими странами. Как говорится, у меня для тебя других соседей нет, с этим мы живем. Да, да. Цви, еще один вопрос. 85-летняя Яфа Адар из Кибуца Нирос, которая была похищена террористами Хамаса 7 октября, была освобождена благодаря усилиям российской дипломатии. Об этом заявило в среду 29 ноября посольство России в Израиле. То есть, это вообще как что-то новенькое такое, почему именно ее они решили, и вот почему они так заявляют. То есть, мы с вами говорили уже неоднократно, что Россия за всех сил пыталась, и продолжает, судя по всему, пытаться влезть в этот ближневосточный процесс, принять участие в переговорах, и оказать какое-то влияние, но что-то в последнее время мы их не видели и не слышали. Вот если бы не это вот заявление, я уже не говорю о том, что Лавров заявлял, что они сейчас всех своих граждан, имеющих двойное гражданство, сразу вытащат, что Хамас им пообещал, и в результате, вот сегодня там какой, 50 с лишним дней прошло войны, вытащили только одного парня, но он такой российский относительно, он родился в Израиле, но неважно. И вроде завтра будут выпускать еще двоих. То есть, что происходит вообще на этом фронте? Россию бортанули? Ну, тут есть несколько аспектов. Ну, во-первых, России там много не осталось, так как она балуется на этом уровне, потому что основной стратегический, так сказать, бал, который она собиралась заработать на этом конфликте, по-моему, пока от нее далеко. Ну, и надо себе заявить и предложить свои услуги на разных уровнях. Я уже не упоминаю сейчас о решении палестинского вопроса, который Россия предлагает очень активно, включая непосредственно президента и так далее, этим заняться. А что касается вот этих заложников, якобы российского происхождения, или обладающих российскими гражданами, хочу напомнить, что, во-первых, было очень много шума с американцами и другими европейцами, которые заявили о своих там гражданах, которые находятся среди заложников и борются за их освобождение, тем самым доказывают своему населению, всему миру, что они своих не бросают. И это действительно очень серьезный политический ход. Это в отношении американцев всех, конечно, переплюнули. Они там за каждого ребенка, который имеет американские корни, готовы бороться на этом уровне. И они это делают, и получается, что они пекутся о своих, а где Россия? И вот поэтому России тоже нужно показать, что мы не американцы, у нас еще больше, лучше, иначе. В этом отношении. Но это один из аспектов. Другой аспект, конечно, остаться активным игроком на этом поле. И ввиду того, что стратегические вопросы так или иначе мелеют, надо набирать очки в других возможностях, в направлениях. Одно из них – это палестинский вопрос, другое – вот эти небольшие вопросы. Но Россия там присутствует, чтобы ее никто не забыл. Очень напоминает в какой-то мере и Турцию тоже. Но примерно это та игра. Не надо ее слишком серьезно принимать. Но да, серьезно то, что об этом было заявлено Россией же. А не просто так. Россия играет. Да, но в этих самых переговорах, которые ведутся сейчас практически круглосуточно, то есть России там близко нет. То есть там Египет, там Израиль, там Соединенные Штаты. Россия поддерживает Хамас однозначно. Да, она поддерживает Хамас. Она поддерживает Хамас. Но она меняет какие-то там, скажем, условия игры. Она, с одной стороны, продолжает поддерживать Хамас. С другой стороны, например, это не обязательно негативный ход. Это, может быть, рассматривается как позитивный ход по отношению к Израилю, например. И это имеется вероятным всего в виду. Что не только своих не бросает, а еще, смотрите, мы тоже вам помогаем. Это уже несколько иной том, чем было раньше. Но это мнение. Это никого не обязывает. То есть вы считаете, что тон изменился? Да. Я слышал тоже такие версии, что немножечко снизился накал антисемитизма в российских СМИ. То есть стало поменьше вот этих высказываний, которые там одновременно... Не намного, но оно идет на спад. Идет на спад. Контролируемый. Процесс контролируемый. Не, ну понятно, что там вот краник отворачивает, заворачивает, отворачивает, заворачивает. Откроют пошире, так там соловьев беснуется, как ненормальный. Чуть прикроет, он успокоится. Ну, примерно так оно и есть. Цви, хуситы. Наши добрые старые друзья хуситы, которые, ну, кроме там захваченных еще на прошлой неделе корабля, теперь еще, значит, попытались захватить контейнеровоз. Высадились там пять бойцов на этот корабль, но подошедший американский эсминец быстро их оттуда спугнул и взял в плен. За что по эсминцу попытались выпустить пару ракет, причем баллистических. Ну, правда, поскольку они, ребята, такие очень квалифицированные, ракеты упали в море, где-то там в 12 километрах от этого эсминца. Но это уже в определенной степени вызов более серьезный. То есть вот это серьезное препятствие судоходства. Одно дело там стрелять по какому-то Израилю, по Элату, ну, это как бы нормально, да? Но вот препятствие судоходства, это же сразу же подбросит цены на нефть. Это вызывает очень серьезные проблемы. То есть складывается ощущение, что они вот, честно говоря, нарываются. Они выполняют определенные задания, они играют определенную роль, и хозяин положения, в конце концов, это Иран. Хочу напомнить. У Ирана очень ограниченная возможность, и сейчас он отказался от продолжения или вообще участия в этом нынешнем противостоянии, скажем, с Израилем и так далее. Поэтому весь отход и вся эта кампания, эта агрессия так или иначе сдает, уже идет к концу, и к негативному для Ирана, и сейчас с ним. Но в какой-то мере нужно поддерживать напряжение, нужно оказывать давление, поэтому иногда стреляют по американским базам в Сирии или в других местах. Иногда так или иначе сталкиваются в этих морских сражениях, но это в той или иной мере ограничивается именно этим. Это активность Ирана, которая хочет показать, что у него есть возможности такого тока тоже, и как ему сказали, что есть другие игроки разного калибра в этом процессе. Иран тоже играет. Это что касается хуситов. Теперь почему на него реагируют относительно, скажем, незаметно? Израиль и Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты опасаются, что если ударить по ним, как надо, то они отыграются на Саудовской Аравии. Чем они и грозят? Они не хотят, чтобы сейчас открывался Новый Фронт именно там. Они уже там были. И они в состоянии нанести определенный ущерб той же Саудовской Аравии или другим соседям. Поэтому вероятнее всего, они верно, вероятнее всего попросили, предложили Израилю не реагировать очень жестко и сами тоже не реагируют. Реагировать это не выпустить пару ракет по эсменцу. Тут вопрос другого уровня. Это нужно так или иначе смести с лица зоны тот или иной, не знаю, хусидский, что хотите. Ее инфраструктуру, базы, порты, что хотите еще. Это не проблема даже для Израиля. Но все же, видите, отмалчиваются пока. И хусиды продолжают свои эти самые выходки, как и те же самые хизбалы в Ливаноне. Иногда стреляют, иногда пускают там противотанковые ракеты по мирным жителям. Но это не война. Это хулиганство. Ничего себе хулиганство. Так с хусидами придется рано или поздно разбираться? Наверное, да. Надо будет определиться с Соединенными Штатами, кто будет с ними разбираться. Да, вот хороший вопрос. Израиль или они сами. Да, вероятнее всего, Израилю бы удобнее, чтобы Соединенные Штаты решали этот вопрос далеко. Ходите и там мало ли что еще. Но тут вопрос, который Соединенные Штаты не может игнорировать. Это судоходство, это проливы там. Это вопрос так или иначе присутствия и влияния Соединенных Штатов в разных регионах мира. И поэтому они не могут игнорировать если они уйдут, поджав хвост, получается, что практически они проиграли. Они этого не могут. Так что пока это такое время. Да, но они не уходят, поджав хвост, но ничего не делают. То есть они стоят, поджав хвост. Да, это тоже как-то. Выжидают. Выжидают. Это такая игра. Как в песне Высоцкого. Счетчик щелк да щелк да все равно в конце пути придется рассчитаться. Ну и вот в ходе, так сказать, продолжения нашего этого вопроса по поводу северной границы. Хизбалла. Хизбаллау никто не тянул за язык. Они сами заявили, что если будет достигнуто прекращение огня в Газе, то они тоже прекращают огонь. Не кажется ли вам, что это в определенной степени попытка шейха Насралла воспользоваться ситуацией и начать как бы уходить с этой площадки? Это попытка, но не шейха Насралла. Они же за ним стоящим. И это решение на уровне уже Ирана, который так или иначе рассматривает Хизбаллу как свои проктичи. И это действительно так оно и есть. И Хизбалла да или нет вступает в конфликт, да или нет ведет его в том или ином объеме. Это решение, скажем, регионального руководства. И в этом отношении Иран выходит из игры. Мало того, что Насралли заявил, что не надо вступать в эту войну, Насралла практически это заявляет уже некоторое время, несколько недель. И сам Иран заявил, что он приветствует это перемирие и надеется на, не знаю, что более позитивное. Это означает, что... Это означает, что они тоже сдают позиции. Это означает, что Иран уже не рассматривает себя как на данном этапе, как активный игрок, а как так или иначе наблюдатель. Иными словами, весь этот ход Ирана и в какой-то мере и России так или иначе пока не дает позитивных результатов и они сдают позиции. Поэтому вот все эти реакции. Ну, это означает, что Хизбалла на войну, не пойдет на войну. Останутся сидеть там дома и в основном заниматься парадами и разными другими почестями. Но они уже... Ацве, вопрос, который я вам уже задавал, скажем так, недели-полторы назад, но сейчас как бы у нас обстановка же меняется. Вот продолжение про Хизбаллу. Жители северных населенных пунктов, которые до сих пор живут в эвакуации, то есть эвакуировано очень много населенных пунктов. Например, город Кирьядшимона почти полностью эвакуирован, Митула эвакуирована. То есть... И они заявляют, что мы не собираемся возвращаться, пока не будет решен вопрос с Хизбаллой. Израиль только сейчас, по прошествии, ну вот как бы неделю назад, подал жалобу в ООН на нарушение Хизбаллой. Резолюция 17.01 о том, что запрещено Хизбалле находиться их вооруженным силам южнее реки Летань. Почему так долго ждали? И что теперь? То есть... Этот вопрос рассматривается, так сказать, совместно с вопросами Хамаса и всего регионального толка. И, вероятнее всего, готовится какое-то там региональное решение, которое обяжет и Ливан, и Хамас. И им будет тоже поставлен ультиматум при поддержке международной общественности в той или иной мере, которая однозначно заявит, или убирайтесь, или мы вас уберем, или обязуетесь ничего не делать. И он и предложает, и он занимает свои посты, вести так или иначе, и соблюдать свои, так сказать, обязанности. В этом отношении, по-моему, Хамас, Хусьбаллу так или иначе успокоят. Или Хусьбалле придется воевать с Израилем, уже никто не поддержит. Он даже не рассматривал, до сих пор еще нет никакого решения. То есть, как-то все это очень долго тянулось. Когда начались обстрелы с Ливана, Израиль в первую очередь должен был подать сразу жалобы на это. Мы правы. Это же не Хамас. Это же особое мнение права. Это же государство. Государство Ливан. Они, да, они так или иначе не выполняют резолюции ООН, но он так или иначе относится к этому очень сдержанно. До тех пор, пока Израиль не начнет военные действия. А когда мы начнем, начнутся сразу же крики о том, что ой-ой-ой, остановитесь, там мирное население. Это нарушение международного права. Но если мы, допустим, через определенное время, через пару, несколько недель, через несколько месяцев, результат будет, что не будет руководства Хамаса в Газии, и что Хизб... У вас с интернетом, ЦВИ, что-то произошло? Да, очевидно, прервалась связь. Дорогие друзья, мы приносим свои извинения. Вот с Вимогена упал интернет. Ну, извините, у нас все-таки война до сих пор, поэтому как бы происходит некоторые конфузы. Мы продолжим этот разговор в следующий раз с ним. На основные вопросы он ответил. А мы прощаемся. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки, комментируйте. Нам интересно ваше мнение. Всего доброго. До свидания.